Практическая психология Шикарная тема Как говорится, полностью твоя А я с точки зрения психологии Буду у тебя всячески Задавать всякие вопросы Но ведь жили Жили без социальных сетей И было все вроде бы тоже неплохо, правда? Конечно Но что случилось? Меняется время Конечно Социальные сети это то, без чего мы сейчас не сможем прожить Удаленная работа Удаленные профессии появляются Что-то уходит, что-то появляется Я очень рада, что я живу именно в эту эпоху Тебе нравится? Я работаю онлайн Да, мне нравится То есть не надо никакой офис Ты можешь прямо из дома Да, прямо из дома В пижамке, как показывают В тапочках работать Можно создавать даже целые проекты Мы знаем Я, например, участвовала В таком международном проекте Который, в общем-то, был организован людьми абсолютно из разных стран Представляешь? Да, то есть я вот тут в городе Кирове что-то пишу Кто-то в Майами Кто-то там на Бали Кто-то еще что-то А в итоге потом получилось огромное прекрасное мероприятие На которое собрались даже те люди Которые даже не догадывались Что мы из разных концов всего мира Готовили для них это событие Классно Ну что, давай попробуем Все-таки так более структурировано Зачем человеку социальные сети И вообще вот мне еще интересно Как меняется роль социальных сетей В процессе взросления самого человека Смотрите Зачем нам социальные сети Затем, чтобы общаться с теми Кто живет далеко от нас Например, вот Моей семьи Моего мужа и у меня родственники Живут в разных концах России Очень удобно с ними созваниваться По скайпу, ватсап, общаться Узнавать, как у них дела Смотреть за их инстаграмом, вконтактом Как растут мои племянники То есть ты в курсе всего? Того, что они показывают Публичной части их жизни С возрастом, как меняются Как меняются социальные сети В зависимости от возраста человека Я прошла и думала Многие мои подруги с рождением ребенка Заводили для него страничку вконтакте Аккаунт И для меня это было очень удивительно То есть у младенца С самых первых дней Уже была своя страничка Причем живая Ну такое, я всегда говорю Моя страничка Это мой фотоальбом Да А для меня не только фотоальбом Но еще и визитка И рабочее место Поэтому я там постоянно сижу Так Сейчас я шла и размышляла Все-таки Какому возрасту Какая социальная сеть подходит Сейчас бытует мнение Что, например Тик-Ток только для молодежи Что солидным взрослым людям Там делать нечего Хотя мы знаем Что очень много солидных взрослых людей Понимая Насколько Это вообще Перспективная Социальная сеть Да Уже на эту молодую аудиторию Выходят И продают свои продукты Да Причем делают это так легко И Непринужденно На такие хорошие суммы Что прям диву даешься И хочешь делать так же Тик-Ток сейчас Самая развивающаяся Социальная сеть И Пожалуй Туда еще Если не зашел То самое время Запрыгивать Это ты сейчас Мне намекаешь Нет Я и себе намекаю Потому что У меня аккаунта нет Хорошо Так Вообще Одному человеку Вести больше двух Социальных сетей Одновременно сложно Тут нужна команда Чтобы осилить больше Хорошо И так Все-таки Давай с возрастом Будем смотреть Да Мы понимаем Что например Сейчас подростки В социальных сетях Они в основном общаются Да Сейчас очень многие Учителя тоже В социальных сетях Потому что там можно И домашние выложить И задать вопросы И много что еще сделать Но вот Ты закончил школу Закончил институт И вроде как Дальше Появляются Картинки Вот что я пообедал Вот здесь я вроде погулял Начинается какая-то Семейная жизнь Но если ты не Позиционируешь себя Как специалист Да Если ты не позиционируешь себя Как специалист То почему бы не выкладывать Свои фоточки Селфи Почему бы и нет Да Кому-то ведь интересно Тебя будут смотреть Я так понимаю Что у нас Самые умные Да Где вот Именно пофилософствовать Показать себя Во всей красе Почитать Да Это у нас Фейсбук получается Яндекс Дзен И Телеграм Вот там вот именно Поумничать Поумничать Да Именно да Ага Ну то есть как бы Посмотрите Интеллект свой показать Именно чтобы собрать Читателей своих Вконтакте У нас получается Для тех Кто любит читать И картинки смотреть А Инстаграм А Инстаграм А ТикТок Именно вот Для визуала Самое гламурное Кстати Вот Насчет Самое гламурное Да Но на самом деле Я Столкнулась с тем Что я тоже Инстаграм Воспринимаю только Исключительно Как картинки Мелькающиеся И когда Картинок нет А есть просто Какой-то текст Для меня уже Ну Лень Почитать Лень Почитать И Вот тут тоже Надо Если ты заводишь Профессиональную страницу Да То надо понимать Все эти тонкости Нюансы Надо понимать Что у тебя должно быть Очень много фоточек И они должны Постоянно пополняться Иначе в Инстаграме Тяжело будет Иначе Да Согласна А Вот Есть ли такое Понимание Что например Молодежь Ну да Мы сказали Что это ТикТок А ВК Это примерно Какой возраст А вообще Разный возраст Абсолютно У меня есть такой пример Который немножко Сломал мне мозг Клиентка Ко мне пришла Она из СНГ Работает И живет в Германии У нее уже есть акцент Определенный немецкий Да И она развивает Ютуб ТикТок И Инстаграм Ее клиенты там А ей около 70 лет То есть все отлично Получается у человека Точно так же Я знаю Людей Которые только ВКонтакте В разном возрасте Причем вот нравится им ВКонтакте Они сидят только в ней Поэтому нет особой привязки Хорошо А вот какие-то исследования Проводятся Наверное Ну если ты и не знаешь Можно так сказать Да я не знаю Но вот например Что люди там С высоким достатком Это в основном там Фейсбук Или там Инстаграм Наоборот Люди среднего достатка Это вот там Одноклассники ВК Там еще что-то Одноклассники Я совсем забыла Да В одноклассниках Как раз забывают Последнее время Про одноклассники Про оранжевеньки Это в одноклассниках И на самом деле Я слышала Среди молодежи Такую фразу Что нет Вы знаете Я в ВК У меня даже нет Аккаунта Да Я там даже не сижу Москва у нас Насколько я знаю Сидит только в Инстаграм Вконтакте Их тоже нет Москва Центральные регионы Вот смотри Вот мы сейчас говорим Про то Как важно Да Вот вроде Социально Вот эта жизнь Но психологи Родители Тоже очень часто Бьют тревогу Что вы понимаете Что реальная жизнь Да Она ведь тоже Вот где-то Вот на улице А дети наши Вот все вот там Вот в этих социальных сетях Вот где-то Совсем в другом измерении А вот ты вообще взяла И выбрала это Как профессию Как ты Выходишь из социальных сетей В эту реальную жизнь И нет ощущения Что что-то там Не дожила Потеряла У меня есть рабочее место За которым я сижу Только во время работы И в свои выходные Я за него абсолютно не сажусь То есть это кресло Для меня только для работы Поэтому Когда у меня есть выходные дни Телефон я стараюсь не брать И все мои клиенты знают Что в выходные я отдыхаю Поэтому я что-то так и разграничиваю Разграничиваю Да Хорошо Ну что Идем дальше Тогда давай мы с тобой поговорим Про специфику возраста Уже проговорили Да Вообще Как ты приняла решение Что ты выберешь Социальные сети В качестве своей профессии Хороший вопрос Мне очень повезло Мне очень повезло с наставниками С учителями И я счастлива Что работаю здесь Вот смотри Это тоже такое как бы Ну решение очень взрослое должно быть Да Потому что до сих пор еще есть В уме Что ты должна ходить куда-то в офис У тебя должен быть работодатель То есть как бы Ты кому-то должна И тебе кто-то должен Вообще Из этого поколения Я говорю Танцоры и певцы Это точно Умеющими зарабатывать Хорошие деньги Ну хорошо Если было бы так Правда Желаю удачи каждому Это точно Я тоже желаю удачи каждому Ну а жизнь Там уже дальше расставится На свои места Вообще Пандемия Период закрытости У нас вот Прошлогодняя Показала Что не все готовы Работать дома Кому-то этого Кому-то противопоказана Такая работа Точно К счастью Ну ты тоже выбирала Для Были какие-то страхи Вот какие у тебя были страхи И вообще С какими страхами Чаще всего Мы сталкиваемся Когда человек Вот Вообще Давай проговорим Когда человек Входит В эти социальные Сети Когда он Вообще О себе Заявляет Начнем с того Что кто-то готов Показывать свою Публичную жизнь Например Детей Какие-то отношения Рассказывать о себе Например О своей сломанной руке О своих проблемах О своем разводе О сложных ситуациях Это даже называется По-моему У нас Блогеротерапия Когда ты Выливаешь свою боль И тебя поддерживают Незнакомые люди А кто-то наоборот Не готов к этому Показывать И вот Это мне кажется Самый главный критерий Не ломать себя Не ломать себя И каждый должен Быть с собой Честным в этом отношении Что я готова Что я не готова делать Никогда И если я на что-то готова То ради чего Ну как бы Для чего я это делаю Вот это тоже такой вопрос Да Очень важный Для чего То есть определить Свою миссию Свою миссию Свои цели И свои Какие-то мечты Чтобы их было много К ним идти Вот смотри Валя А тут такой момент Тоже важный Вот если например Ты Ну там Не работаешь На какую-то большую корпорацию Да Если ты Свободный Вот в этом отношении Красиво звучит Свободный В этом отношении Человек Да То есть Тогда Ты можешь Прислушиваться К себе И говорить Да Я сегодня Хочу Раскрыть Ну как бы Раскрыть Свою жизнь Да Вот Той аудитории Которая у меня подписана Там Или которая у меня В друзьях Или которую я хочу Получить Да Для себя В качестве Аудитории А если ты Не свободен Да У тебя может в душе Быть Прямо Столько идей Как ты можешь Проявиться Ну ты Вот там Юрист В этой огромной Корпорации И ты подписал документы Что этого делать нельзя И вот тут у нас Появляется самое интересное Эти юристы И не только юристы Да Они что делают Они наблюдают За нашей с вами Жизнью Такая история Тоже интересная Да Мы же всегда Выбираем роль Ты кто наблюдатель Или ты активный Участник Всего происходящего Как раз сейчас Я работаю с девочкой С нашей Кировской Которая Очень хочет Продавать свои Швейные изделия И для этого Она завезла Второй аккаунт С другой фамилией Потому что Ей нужно И она готова И идти наперекор Некоторым обстоятельствам Потому что Ты не всю жизнь На эту корпорацию Можешь работать Конечно Может быть у тебя Есть свои собственные Какие-то планы Проекты Творческие мечты Которые ты Понимаешь Не стоит их задвигать Потому что Времечко-то Найдет все-таки Да Выйдешь на пенсию Выйдешь на пенсию И скажешь А как это Все уже успели Что-то сделать А ты еще До сих пор нет Хорошо То есть Есть варианты Ищите Друзья Страхи есть И варианты Есть Конечно Всегда Все Это идет Через Проработку Своих Каких-то Моментов Понятно Хорошо Идем дальше Итак Что у нас Получается У тебя лично Какие были страхи У меня было Очень много страхов Снять свой первый эфир У меня даже Голос задрожал Сейчас Да Как я вспомнила Это было Очень страшно И друзья Когда вам говорят Что просто нажимаешь Кнопочку Говоришь Это ерунда Готовьтесь Потому что страшно Бывает абсолютно всем И не только первый раз Но второй, третий Даже десятый Страшно было Написать о себе Что-то там Рассказать о себе Страшно было Цену называть Цену повышать Каждый раз страшно И это бесконечный Процесс, я думаю И знаешь Мне нравятся Эти процессы Потому что каждый раз Когда страшно И ты делаешь шаг И всматриваешься В этот страх Это для тебя ведь рост? Конечно Ты как будто бы Вылазишь из своей Старой ракушки Залазишь в новую Более просторно Говоришь Как тут хорошо И дорастаешь на неё Да И почему я раньше Не сделала этого Почему раньше Было так тесно Да Может быть так даже Конечно Согласна с тобой Хорошо Вот есть ли у тебя Такое прямо Чёткое понимание В каком возрасте Можно начинать Активно проявляться В социальных сетях Сейчас у меня Сломался мозг Недавно Потому что я знаю Что есть 16-летние 14-летние ребята Которые зарабатывают Хорошие деньги В интернете Вот А мне-то уже Никак не 16 Поэтому можно начинать В любом возрасте Главное Чтобы у вас было Сильное намерение И Желание Желание Да Желание Потому что Ну как бы просто Желание А ничего не делать Это тоже Как бы да Мы знаем эту историю Сказки не случится Да Вторичные выгоды Они есть у всех Опять же А вот Ты уже понимаешь Что интернет И социальные сети Это как бы Целая вселенная Где есть Ну как бы Для каждого места Есть для каждого Определенные роли Отведенные Да Вот Если Твой ребенок Там в 11 лет Подойдет и скажет Мама Я хочу быть блогером Ну что ты скажешь Мой ребенок Уже сейчас Спросит свой телефон Ему 4 Купите мне телефон Пожалуйста Смотреть мультики Если он захочет Быть блогером Я скажу Ну что Ребенок Пробуй Пожалуйста Почему бы и нет Хорошо Вот Ты как человек Знающий Что такое Вообще Работа в социальных сетях Вообще Что такое работа С компьютером Да Я как психолог Знающий Насколько это Ну как бы Такая история Связана с зависимостями Определенными Если ребенок все время Все время В гаджетах Да Вот Что бы ты порекомендовала Родителям В этом случае Каким образом Что четко нужно Озвучить ребенку Что бы ты Ему Какие бы наставления Дала Вообще Сейчас Когда я работаю Я говорю Сын Я работаю Чтобы он четко понимал Что ты Сейчас не просто Проводишь время Да Что это Во-первых Труд Это регулярный труд Если ты Под дорогу выбираешь То будь добр По ней уже Назвался Грузем Полезай в корзинку Хорошо От зависимости У меня нет никаких рекомендаций Мне пожалуй Не самой нужны будут скоро Да Ну хорошо Тогда об этом поговорим В следующий раз Хорошо Но на самом деле Очень важно Мы опять-таки берем Тему детей Очень важно Простроить границы Да Сколько времени Ребенок может проводить Например снимая Вот видео Там да Изучая там Например своих Каких-то конкурентов Еще что-то Да То есть Определяем Однозначно Временные отрезки Да И определяем И четко проговариваем Что Вот О своем здоровье Ты зарабатываешь денежки Для того чтобы Например купить себе Новый самокат Да 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 Это было бы идеально Мне кажется Идеально Хорошо Пусть будет так И не забываем Про здоровье Зрение Глаз Спины И всего остального То есть да Блогерство блогерством Но спорт никто не отменял И учебу тоже Конечно Конечно Спорт Я сама начала заниматься Спортом регулярно Когда стала работать В интернете Потому что Тело Оно все-таки Просит движения И ты понимаешь Что это должно быть На регулярной основе Да Да А не просто так Вот сегодня у меня Образовалось окошечко Я побежала в спортзал А завтра там Не образовалось И я буду 24 на 7 Спорты прогулки Они стали прям Входить в план дня Точно так же Как и сон Нормальный сон Большое количество часов Высыпаний Все это нужно Иначе ты очень устанешь И ничего не сможешь делать Раскрой нам Свои профессиональные секреты Несколько хотя бы секретов Ты называешься Специалист по продвижению В социальных сетях И вот сейчас Нас слушают люди Которые тоже Являются специалистами Но они продвигают себя В социальных сетях Ну хотя бы вот пару-тройку Вот мне как например Как психологу Было бы интересно От тебя что-то услышать тоже Секреты Да Секреты Делать то, что тебе нравится Не ломать себя Не заставлять себя делать то Что тебе противно И неприятно И например больно То есть если ты аполитична То пожалуйста не веди разговоры На тему политики Конечно Да Так, хорошо Больше встречайся с людьми Вылазь из своей коробочки Пожалуйста Да, отмечай других людей И не жди Что они к тебе повалят с копом А будь сама к ним взаимна Сама к ним иди И сама к ним Каким-то образом Добавляйся Ищи Ищи этих людей Которые тебе нужны Ну то есть как бы Не жди Что тебя будут искать Да А ты говори Ребята Я вот здесь Да Я вот такая там Хорошая Или такая интересная Обратите внимание Очень приятно Вот сейчас сидеть на радио Я второй раз уже в этой студии Прошло полтора года И это тоже определенный выход К моей целевой аудитории сейчас Отлично Я уже выступала Была в телевизоре Два раза на радио То есть я Я всячески Машу этими руками В интернете И вживую тоже Отлично И рассказываю об этих событиях Да И получается И радио И телевидение Оно тоже В общем-то Выходит на ту аудиторию Которая твоя Да Самое-то приятное Да И вполне возможно Что ты тоже разворачиваешь Своих друзей и знакомых В нашу сторону Конечно Я всячески это делаю Это взаимно Хорошо Какие еще секреты есть? Мы сейчас все выведаем Секретов много Много Но в интернете Чтобы у тебя был быстрый результат Нужны материальные вложения Это обязательное условие? Обязательное условие То есть невозможно Вот так Изо дня в день Кропотливо Шаг за шагом Ты Это будет медленно Но верно Очень медленно Ну очень медленно Но верно Да И знаешь Где-то Наверное Год назад Мне Мой старший сын Сказал Мама Пройти верификацию Вконтакте Это практически Сейчас Ну как бы Ну кто ты? Ну кто ты? Как бы вот Не прошла Кстати Невозможно Верификацию пройти Да А я ее получила Причем вот так Маленькими шагами Без всяких материальных Там вливаний То есть да Из раза в раз Ко мне добавлялись Друзья В друзья Подписчики И однажды Он пришел И говорит Мама Я удивлен Но ты прям Побила все мои рекорды Потому что Он говорит Я почитала критерии И ты соответствуешь Всем критериям Давай подаем заявку На верификацию И меня буквально Через неделю Да С этим событием Я получила Эту официальную галочку Теперь вот я такая Оказывается Единственная И официальная Очень приятно В этой Даже не стране А в мире Вот так Пусть будет так Потрясающе Хорошо Так что Вы тоже не пускайте руки У вас все получится Хорошо Идем дальше Еще пару Секретов Да конечно Пару секретов Для социальных сетей Чем бы вы не занимались Нужны фотографии Поэтому друзья Готовьтесь Находите фотографа Который вам по душе И работайте с ним Это обязательно условие Потому что без картинки Сейчас Это уже не работает Либо в парке На хороший фотоаппарат Телефон Либо С опытным специалистом Ну готовьтесь Хорошо И еще Наверное Постоянно развиваться Вот прямо Какой бы ты там Не был умным А еще надо Книги читать Да Я бы по-другому сказала Постоянно развиваться Это конечно хорошо Но нужно понимать На кого ты равняешься То есть находишь человека Который на уровень Выше тебя Не там Не блогер-миллионник А кто-то такой Середнячок Кто тебя сильнее Кажется тебе авторитетом И смотришь Что он делает Подсматриваешь Возможно Копируешь в чем-то его Идешь к тому же Что делает он Часто Люди В социальных сетях Рекомендуют своих наставников То есть можно уже Поучиться там Где учился этот человек Можно с ним пообщаться Можно подружиться с ним Узнать какие-то его секреты Я вот так много Общаюсь с коллегами Со смежных сфер С моей сферы С СММ И делюсь Мы делимся Передаем друг другу Классных преподавателей Почему бы и нет Почему бы и нет Когда толковый человек У него замечательный курс Без воды Таких нужно из рук в руки Передавать Согласна с тобой полностью Это во всех сферах Да Мы передаем Контакты Лучших Учителей Врачей Психологов Кого бы то ни было Если тебя спрашивают А ты бы мог мне порекомендовать Я всегда говорю Да с удовольствием Да Если в моем арсенале Есть такие люди Конечно Хорошо Ну что Еще Не отпустим тебя Так просто Хотелось бы узнать Твою Такую прямо Самую глобальную Потрясающую мечту Глобальная мечта Дом и море Виноградник Своё вино Я хочу вырастить Я хочу прям вырастить Своё вино Отлично Да Я взмахнула палочки волшебные Пусть у тебя всё сбудется Спасибо Ну а еще В завершении нашей программы Скажи пожалуйста Что ты порекомендуешь Нам почитать А может быть Даже посмотреть Вообще Твои любимые книги Может быть Твои любимые фильмы Книг читаю не так много К сожалению Потому что Много провожу в интернете Времени И книги Они такие конечно отдушины Но Перегруз получается информации Читаю сейчас книгу Анастасии Юговой Продвижение ВКонтакте Так Читаю сейчас Пиши сокращай Книга долгая Достаточно трудная Но помогает расти в копирайтинге Еще несколько книжек У меня есть 45 татуировок Продавана Это книжка конкретно Про продажи Очень классная Вы найдете ответы На массу своих вопросов В ней Пишет практик Это что ценно Да Ценно Это все книги от практиков Хорошо А какой вот фильм последний Который там Прям с удовольствием посмотрела И сказала Вау Вот это хорошая Очень много Фильмов хороших Но я посмотрела Место встречи Звенить нельзя Кстати В первый раз Не так давно И мне очень понравилось Советские фильмы рулят Люблю их смотреть Чем ты Чем ты их любишь Такие романтичные Такие милые И самое главное Что в конце Я не знаю Чем заканчивается история То есть там такое многоточие А финал ты дорисуешь сама Вот это самое обаятельное Все Услышала тебя Ну что Мы желаем Чтобы все твои мечты Обязательно осуществились Спасибо Что помогла нам разобраться С социальными сетями Вот если по прогнозам То когда ты в ближайшее время Начнешь заводить аккаунт В ТикТоке И для чего ты это будешь делать Я бы хотела завести аккаунт Не в ТикТоке А на Ютуб В ближайшее время обновить Для того чтобы Выкладывать туда свои видео Для того чтобы пиарить себя Как спикера А ТикТок ТикТок мне тоже нужен Но вести его буду чужими руками Это однозначно А почему? Потому что Одному человеку Который Больше двух сетей Прям очень трудно вести И начинает голова разрываться Поэтому я его делегирую Все понятно Надо сделать это зимой Зимой Это зимой Выходим в ТикТок Договорились? Договорились Ну я буду так держать Тогда тоже тебя в курсе И смотреть Как это будет У тебя получается Вместе или теле выходить Ну что Это была программа Практической психологии Сегодня мы вместе С Валентиной Татауровой Специалистом по продвижению В социальных сетях Рассуждали Зачем же современному человеку Социальные сети И вообще Как с этим явлением Жить, быть И развиваться Спасибо большое, Валя Большое спасибо Практическая психология